Программа «Новости будущего» создана при поддержке сети магазинов цифровой и компьютерной техники «Пью». Всем привет! Это «Новости будущего» – все самое интересное из мира науки и высоких технологий. В студии Елена Иванова. Если верить генеральному директору компании ARM Ворону Исту, следующий 2012 год должен стать для нас годом супертелефонов. Господин Ист анонсировал новый процессор Cortex-A7, разработанный для смартфонов и планшетных компьютеров. Он считает, что выпуск этого чипа вызовет рост количества современных смартфонов на рынке. По словам Ворона Иста, объем принимаемой смартфоном информации увеличивается с каждым днем. Мы получаем все больше контента и услуг. Это, в свою очередь, требует увеличения вычислительной мощности микропроцессоров. Генеральный директор ARM предсказывает появление нового класса устройств – суперфонов. Новые аппараты будут работать на базе процессоров типа Cortex-A15 и появятся уже в следующем году. Работа над новым поколением чипов уже началась. В 2012 году должны появиться первые реальные устройства – не только суперфоны, но и планшетные компьютеры. Группа ученых из Дании представила миру плод своих трудов – мобильный сканер человеческого мозга, над которым они работали в течение трех лет. Теперь при помощи смартфона, ученые использовали модель Nokia N900, можно полноценно сканировать мозг любого человека. Достаточно лишь закачать на смартфон специальное приложение, подключить несколько датчиков в голове, и на экране мобильного устройства в режиме реального времени начнет появляться реакция мозга на те или иные события. Так, например, когда человек, находясь в болезненном состоянии, не может определить те боли, которые он испытывает, сканер мозга станет как никогда актуальным, считают разработчики устройства. Также с его помощью можно будет определить источник боли и уровень ее интенсивности. До коммерческого выпуска данного продукта еще далеко. Ученым еще предстоит длительный процесс тестирования. О других новинках далее. Сегодня на рынке можно найти не один вариант компьютера, все в одном с сенсорным экраном. Но новинка Lenovo C325 все-таки заслуживает нашего особого внимания. Модель оснащена веб-камерой 0,3 мегапикселя, с помощью которой машина контролирует, насколько близко пользователь сидит к монитору и в соответствии с этим автоматически регулирует яркость экрана, а также в случае необходимости рекомендует юзеру отодвинуться. 20-дюймовый сенсорный дисплей обладает разрешением 1600 на 900 пикселей и опционально поддержкой мульти-тач. Также в числе характеристик ПК, процессор AMT-E450, видеокарта Radeon HD 6320, до 8 гигабайт DDR3, жесткий диск объемом до 1 терабайта, пишущий DVD-привод, TV-тюнер, встроенные стереодинамики. Выпускается компьютер в черном и белом варианте, цена стартует от 700 долларов. Канадская компания SolarShip разработала необычное воздушное транспортное средство, что-то среднее между дирижаблем и самолетом. Аппарат питается лишь солнечным светом, энергия от встроенных панелей поступает в литиево-ионный аккумулятор. Впрочем, гелевые баллоны здесь тоже имеются. Это воздушное средство способно преодолеть без посадки до 1000 километров, неся при этом тонну груза. Кроме этого, для взлета и посадки ему требуется совсем немного места. Такая машина пригодилась бы, по крайней мере, в экстренных ситуациях, чтобы доставить помощь туда, куда нереально добраться на одном боке топлива самолету. И, между прочим, модель существует не только на бумаге. Уже имеется действующий прототип, пробный полет которого вы и можете наблюдать. Компания Samsung представила ноутбук 300 V5, который пополнил ряды ярких и мощных ноутбуков Samsung третьей серии. Новинка отличается выразительным дизайном и соединяет в себе производительность, большое время работы и долговечность. Учитывая современный темп жизни и нелюбовь молодых людей к долгому ожиданию чего-либо, производитель добавил к возможностям ноутбука функцию «быстрый старт». Технология Dura-Case защищает корпус от мелких повреждений и царапин, а Power Plus увеличивает время жизни аккумулятора. Лэптоп работает на базе процессора AMD A8 частотой 1,8 ГГц. В турбо-режиме эта цифра увеличивается до 2,5 ГГц. Под управлением операционной системы Windows 7 Home Premium. Укомплектован оперативной памятью объемом 4 ГБ, жестким диском емкостью 640 ГБ. Разрешение 15-дюймового дисплея составляет 1366 на 768. Приобрести новинку вы можете сети магазинов цифровой техники КИЛ. Наверняка у вас бывали такие моменты, когда хотелось заглянуть за край видеоролика и увидеть, что же там происходит. Особенно, когда камера отворачивается от самых интересных сцен. В этой связи авторы проекта Conditioned One разработали мобильный медиаплеер для планшетных компьютеров, который позволяет перемещать область видимой картинки. Судя по демонстрационному ролику, который, кстати, посвящен героическим ливийским повстанцам, и отображению этих видеозаписей на обычных мониторах, для съемки видео в подходящем формате требуется специальная камера в виде полусферы. Она позволяет получать изображение под очень широким углом. В отдельных случаях зритель может по собственному желанию вообще развернуться назад и увидеть, например, кто преследует главного героя фильма. Если при этом будут обеспечены еще и интересные сюжеты, то технологии Conditioned One ждет несомненный успех, а у нас новый формат видеоконтента. На этом я и партнер программы сеть магазинов цифровой техники Q. Желаем вам удачи. Увидимся в ближайшем будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова